здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор гостя я выбрала не случайно потому что ну невзирая на то что у меня многие обвиняют что я против этой спецоперации в общем на меня сыпется много всякого хейта а я все-таки человек ищущий и человек пытающийся докопаться до истины и то что я сразу понимала что гость он за спецоперацию для меня это было как такой знаете знак может быть хоть у него я получу нужную информацию но этой информации к сожалению я не нашла у кучеры но с интересом посмотрела вот этого гостя александра маршала тем более я обожаю его песни и ну я подумала что может быть хоть он меня убедит в том что я где-то ошибаюсь ну давайте вместе пройдем этот путь который я прошла и сделаем определенные выводы я сейчас стараюсь быть максимально объективной насколько это возможно но тем не менее давайте смотреть итак первый фрагмент но все-таки в первую очередь мы здесь занимаемся невербаликой и первый фрагмент я вам хочу показать как сразу понять отношение к человеку прям буквально с первых фраз как только человек начинает говорить о другом человеке он сразу дает свое отношение к нему давайте посмотрим ты знаешь я когда-то родному блогеру сказал вот такую вещь я был у него на интервью видите и сразу же идет отношение к человеку полюбуйтесь значит идет челюстью наклон головы в сторону посмотрите полюбуйтесь на него да то есть приглашение посмотреть вообще вот когда человек отклоняет голову и как бы присматривается часто напрягает нижнее веко и тем самым дает нам приглашение полюбоваться тем о ком он сейчас будет говорить и здесь он отводит челюсть сторону но соответственно в противоположную сторону в одну сторону он наклоняет голову в другую сторону челюсть и соответственно челюсть это драка да и через он как бы подготавливает да вы пока смотрите но я тем временем настороже вот вот наклон головы и посмотрите губы сжимает презрение облизывает губы а вот сразу по его выражению лица видно что к этому человеку о котором он сейчас начал говорить у него очень плохое отношение он готов с ним драться но вы сначала полюбуйтесь какой этот человек плохой а потом я с ним готов драться вот что говорит его лицо тут без звука а я все думаю сейчас звук пойдет сном снова сжимает губы челюсть сторону и смотрите челюсть в стороне да она не на своем месте челюсть это как раз вот знак того что я готов драться мне это не нравится это скрываемая агрессия и взгляд вниз с печалью то есть до него все равно не доходит ему все равно надо это доказывать с помощью челюсти то есть ну вот такое пренебрежительное и печальное отношение к тому что до него никак ничего не доходит он так глуп ну вот тот человек о котором сейчас пойдет речь и вы уже догадались о ком идет речь мы знаем о ком речь да ты про юроду тебя совершенно верно да груди он очень плохо относится и я очень хотела посмотреть это интервью которое он дал дудю но к сожалению на канале у дудя его нет напишите мне в комментариях что случилось с этим интервью куда она делась а я бы с удовольствием рассмотрела все эти сигналы тела что он там рассказывал потому что ну как бы это это бы дополнила нам картинку этого разбора но к сожалению я я не нашла напишите кто в курсе этой истории напишите мне в комментариях подробности пожалуйста но дальше там вот он будет рассказывать это уже мне не интересно я сразу с первых моментов да я понимаю насколько какое отношение к человеку и что будет рассказано мне в общем-то и слушать не надо то что потом в дальнейшем будет рассказано об этом человеке вот что дает знание сигналов тела но я думаю что если вы у меня на канале уже давно то вы наверняка в этом тоже очень хорошо разбираетесь это я вижу по вашим письмам которые вы мне присылаете всегда и ну вот прям показываете мне на что обратить внимание и я должна просто аплодировать вам мои дорогие подписчики слушатели и все причастны к нашему делу вы просто молодцы вы мне часто даете такие наколки интересные что это вырастает ну потрясающие разборы кстати кто еще не подписан на канал обязательно подпишитесь и не забудьте поставить лайк этому видео для того чтобы больше людей смотрела вот эти разборы чтобы больше людей разбиралась в том когда в обычной жизни вам обман вас обманывают или вам пытаются что-то сказать всегда нужно объективно смотреть на вещи и я в общем-то для этого здесь и работаю поэтому благодарю вас сразу если вы поставите лайк а я иду дальше но вопрос такой был про сына а про его сына и давайте все-таки выясним да действительно вербально ну то есть словами он сказал что сын готов служить и прочее бла-бла но давайте посмотрим что на самом деле невербально а между строк происходит давайте хочу поговорить про твоего сына ему 25 лет артем да он рэп исполнитель какая ситуация у него с армии он служил да артем он напрягся да по поводу сына ну в общем-то это нормально когда исполнилось 18 лет он грипа я хочу в армию по я пойду в армию и хорошо в какую армию ты хочешь ему не очень понравилось он начал это с позиции выставленного лба но я так понимаю что ну дальше уже история пошла по накатаны и пошли эмоции но вот сначала эта история ему не понравилось да ему пришлось как бы в общем саботирующая позиция это выставленный лоб какие войска спецназ уголок рта это когда мы рот это захватническая деятельность и кстати у александра я вам рекомендую пересмотреть это интервью александра часто на многих вопросах он вот это вот уголки рта вот вот таким образом расширяет причем знаете у него рот в общем-то маленький то есть он довольно скромный по своей сути человек да но вот часто сейчас вот особенно в этом интервью он облизывает уголки рта уголки рта это когда мы видим конфетку и говорим хочу эту конфетку причем обращайте внимание с какой стороны а с левой стороны это личные с правой стороны это социум и вот пронаблюдайте за его реакциями просто это я так к слову сказала дальше смотрите поджимает подбородок скрывает эмоции я позвонил своему знакомому одному говорю так и так вот у меня сын давай его ко мне давай к нам все будет все в порядке ну ты там хоть присмотри за него что я знаю он пойдет первым в атаку знаю он такой моего батю да такой вот он поехал туда значит в эту бригаду спецназа прослужил два месяца у них она здесь уже пошла история с эмоциями и это говорит о том что это правда со спортивной подготовкой там все на высоком уровне ну по понятной причине спецназ тогда и он порвал себе как-то называется подколенную эту связку и очень серьезно папа она значит порвалась так далее я его перевез в москву и он в госпитале вишневского лежал почти год пока выздоровел а пока пока он выздоровел видите вот это почти год и расширился вот это вот для него сила вот это для него спасение то есть эта история да она действительно происходило но изначально она начиналась с выставленным лбом она ему не нравилось но раз сын попросил он его в армию детятку отправил да причем подстраховался там с каким-то своим знакомым да да ладно иди послужи дальше смотрите вот эта травма невзирая на то что она ну как бы травма да но она дала возможность ему расслабиться надо дала возможность ему застолбиться и успокоиться насчет сына ну то есть вот эта травма дает ему расширение расширения это уверенность в себе да и соответственно ну и это невзирая на то что сын в общем-то повредился да но тем самым он подстраховал себя да и своего сына от нервных себя от нервных потрясений сына от других травм то есть быстренько получил травму быстренько лег полежал в больничке ну и в общем то вот это хорошо да для него служба ну один год она закончилась и вот сейчас у него ну как бы все это заживу все нормально и обратите внимание вот он эту историю рассказал не просто так для того чтобы нас подвести к определенной мысли да я говорю ну так что если что если папа если поверну там в инкомате есть пометка что у него такой серьезный было травмы и так далее вот видите и опять тело повторяет расширение в этом моменте то есть смотрите про травма это для него сейчас спасительная такая штука до которой он прикрывается от всех возможных неприятностей и сейчас он конечно же гипотетически да он согласен его отправить и все такое но он неспроста рассказал нам эту историю он неспроста вот это держит на готове вот эту травму сына да и вот эта травма си сына дает ему уверенность в том что он четко как подстрахован от каких-то возможных неприятностей понимаете это дает ему силу это дает ему расширение видите то телом расширяется вот я даже замедлила вот этот момент да видите и и челюстью немножечко так вперед продвинул выставляет лоб то есть нет нет он ни в коем случае нет он конечно же конечно же дальше сейчас мы послушаем как он в принципе готов сына отпустить но это гипотетически он готов на самом деле вот эта травма для него как спасительный круг но если придет поездка я пойду я ничего не могу сказать против я бы на месте сделал бы сказал то же самое но это мой сын я горжусь и что он у меня как ты отнесешься надо гипотетически он готов к этому решению сына и прочее бла-бла но вот вот эту травмочку он неспроста нам с вами привел и эта травмочка бессознательно дает ему уверенность завтрашнем дне этому если ему придет повестка как будем провожать ну как обниму поцелуй скажу пару слов на дорожку а что я могу еще что он мой сын и внук моего отца но но да конечно мы верим а знаете в этом очень рекомендую вам пересмотреть кучеру там тоже интересный сигнальчик тела а говорит о том что с сыном тоже там у него там один или сколько сыновей но тоже они там 18 лет там кому-то из них и вот он там натягивает свои шортики очень удачно очень уместно да вот в этот момент ну то есть конечно же гипотетически они готовы отправить своих сыновей очень готовы но на всякий случай подстраховались оба и любого из тех кто вот нам рассказывает про то что надо умереть за родину и прочее бла-бла на они очень четко подготовились вот ни одного из из них до из сыновей этих людей которые за эту спецоперацию и известных людей вот я не знаю может вы мне подскажете у кого сын и сыновья сын или сыновья на фронте сейчас вот из известных людей кстати вот скажите мне пожалуйста может быть вы знаете подскажите мне в комментариях напишите может быть я что-то не владею какой-то информацией но конечно же здесь все это сшито белыми нитками настолько что просто вы знаете смотрю и думаю ну как как можно быть таким лицемерным как можно вот так вот брать и не ну врать то конечно все врут то человек врет трижды за десять минут беседы но это по лайтману если не смотрели сериал обмани меня там прям начинается с этих слов но в общем то но но зачем вот сейчас ладно не буду свои эмоции высказывать тоже забавная ситуация знаете вот когда такое дежавю как с этим с кучерой вот прям про паспорт сша просто браво еще чуть-чуть по поводу артема я применил он родился кстати обратили внимание как ведущий вот так вот вот здесь вот руку сюда заправил и потрогал это место это место у нас про ответственность про заботы и ну для ведущего конечно это ну так как ведущий должен комплементарно на задавать вопросы да но для определенной части аудитории он прорабатывает да вот таких как мы с вами с сомневающихся он пытается проработать и для этого он задает эти вопросы вообще в принципе он наверное и не хотел бы их задавать да вот по его позиции но смотрите здесь получается он как бы встает на нашу сторону да и задает вопросы про сына а эти вопросы очень неудобны они могут вывести на шаткую почву где собеседник может дать ненужную информацию до свести ну не в ту сторону поэтому конечно же здесь вот эта реакция тела пошла то есть это проблема для самого ведущего задавать эти вопросы в америке да он родился 25 лет назад как . у него есть американский паспорт ну насколько это возможно для нас это был так это возможность для него понимаете это возможность они какие-то там я не знаю случайность или просто жалко выбрасывать это возможность обратите внимание просто идеальный момент то есть это не было сделано ради паспорта ради того чтобы полететь и сделать ребенка американцем понимаешь да это просто я просто поставила кучеру вот тот же самый момент вот этот момент дежавю до наших мы понимали что оба оба да я против америке америка во всем виновата но вот граждан этот паспорт америке для ребенка тоже дело не лишнее так сложились обстоятельства что нам нужно было вывести куда-то других детей и вот так сложилось и я очень рад мы сделаем паспорт сша да конечно да это же возможность это же прекрасная возможность и глупо не сделать ну да глупо не воспользоваться такой прекрасной возможностью понимаете вот они на всех углах говорят о том что америка зло и прочее бла-бла но на самом деле под шумок делают детям этот паспорт америке и никуда его не девают не отказываются от него и называют это возможностью вот в этом в общем то здесь можно бы и занавес поставить но мы продолжим продолжим разбор надо вот меня знаете очень сильно заинтересовал один момент он так рассказывает обо всех событиях которые происходили в киеве в украине сознанием таким знанием дела и папу ну и он рассказывает о том что его отец там жил да и получается с матерью да и ну как он по сути он как киевлянин да то есть изнутри как бы рассказывают у меня сложилось такое впечатление но обратите внимание на маленькие нюансы которые он ну как вот он как бы говорит да но это не обращает на это не обращаешь внимание когда он с таким знанием как бы знанием дела рассказывает о каких-то ну более глобальных вещах давайте смотреть тогда киев был советский город красивейший он и сейчас на такую я не знаю почему этого не пускают и он как обидно кстати я допускаю вот этот извините за мою такую оценку но этот старпёр просто которого они не пускают узнаете он мне сейчас напомнил какого-то деда которого не пускают на дискотеку и он решил закидать вот эту дискотеку жалобами и заявлениями до чтобы эту дискотеку закрыли вот вот примерно это мне напоминает вот это вот его вот этот опус да да ну и действительно да получается надо тогда раз раз меня туда не пускают надо это захватить и сделать своим почему нет да чтобы побывать там взял сорвал эту бумажечку и а это он рассказывает как они попали в киев и отец с матерью там стали жить меня ли замечательную трехкомнатную квартиру на двукомнатную на оболоне в киеве то есть ты хочешь конечно тогда был такой такой советский обмен еще до коррежь одного города меняться совершенно верно стика как я это было я там то не жил я там то не жил вот 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 это ключевой момент он там никогда не жил но дальше он рассказывает такие вещи которые может рассказывать только очевидец либо человек которому внушили какие-то непонятные вещи вот я там не жила но я понимаю что ну поэтому может быть я ищу ищу информацию что там происходило но у меня там тоже много друзей до которые никто не требовал от меня знание украинцы украинского да когда я там приезжала туда ну как бы я я там бывало так же как и он да но он многие вещи рассказывает как очевидец понимаете вот я не очевидец я не рассказываю никаких вещей да там я я этого не видела и мне сейчас приходится составлять свое мнение но вот так вот уверенно говорить о том что там были какие-то шествия или их не было я не могу понимаете вот со стороны своего а он это утверждает что вот сейчас давайте слушать это было вот в 90-е годы да то есть вот у меня нет другого объяснения на протяжении 30 лет этой самостийности это гидра поднимала голову со свастикой и так далее ну то есть гипотетические какие-то вещи да он он рассказывает как будто бы он был участником сам или непосредственным зрителем этого но как можно такие вещи утверждать если он там не жил но то что вот сам факт того что его родители там жили многих слушателей вот этого интервью могут запутать немножко да он сказал что да там там были мои родители и у каждого человека естественная реакция что если жили родители то и он там периодически жил но нет он там не жил никогда он в это время был в америке потом приехал в москву и в общем то ему вообще это ну так вот постольку поскольку понимаете а сейчас он утверждает сознанием дело утверждает прям уверенно до рассказывает ну вот будто это было на самом деле будто он это все видел так они ходили такой очевидец вот прям они ходили откуда ты это знаешь скажи пожалуйста с факелами ну ты хлопцы то что там что там хлопцы балуются а мы не обращали внимание а это значит он шел по улице да вот сейчас можно понять так что он шел по улице увидел вот этих ребят да и подумал да ладно чё ребята развлекать на самом деле этого не было это уже надстройки его фантазий понимаете и он это нам приводит как истину да тем более у нас отложилось что его родители там жили соответственно он это видел соответственно этому надо верить неправда этому не надо верить потому что он это сочиняет либо он где-то это увидел а то как создаются вот идет журналистские как фейки ну не не фейки как репортажи об этом надо наверно отдельно вообще снимать видео потому что это это же все монтаж ребята это же все монтаж и не факт что вот то что вам показывают да там какие-то шествия еще какую-то чушь это происходило именно так как она была даже три человека каких-то можно поставить из них создать толпу это это не секрет но для обывателя это кажется о смотрите там толпа идет с факелами на самом деле там где-то на отшибе поснимали трех коллег и выставили это как какое-то факельное шествие поэтому вот этому верить не надо и то что он так уверенно это рассказывает ну вот в корне неправда дальше давайте следующий фрагмент скажем почему ты лично сам поддержал спецоперацию ну во первых но здесь просто три железных аргумента знаете это просто знаю я я выпала в осадок я состою в общественном совете министерство обороны и состою в общественном совете следственного комитета и знаю много историй таких которые в новостях не рассказываю ну то есть я знаю три секретных секрета но я вам не скажу потому что это это нельзя говорить ну ладно хорошо ладно наверное мы лицами не вышли ребят ну ладно три секретных у него есть секретный секрет ладно поэтому я считаю что фашистской свастики и даже этой идеологии мысли об этом не должно быть на планете земля браво так и я так считаю но где вот лично он видел эту фашистскую свастику в украине вот и вот логики здесь нет но то что он так уверенно это рассказывает мы только что с вами убедились что это просто плод его фантазий да или где-то навязанных мыслей да он где-то там репортаж какой-то увидел поверил ему и вот исходя из этого он считает что там так было он лично этого не видел он лично этого не знает но как бы вот он против свастики и поэтому миру мир и надо и надо пойти отжать территорию да ну это замечательная логика я просто браво аплодирую стоя и при этом поигрывает через он он действительно в это верить знаете вот такая фанатичная вера вот в то что на самом деле он не знает он не трогал не видел не чувствовал но он это знает и он за это готов драться но это просто знаете вот надо до какой степени надо человека зомбировать чтобы он в это и хотя я бы не сказала что он интеллектуально как-то отставший человек но видимо сила убеждения она так сильно работает что человек даже если не видел он в это поверил да если бы мы не начали операцию то они бы сто пудов ударили они к этому готовились но не даром предыдущий их президент понимаешь да кому говорю что он сказал что нам эти восемь лет были нужны для того чтобы подготовиться как следует нам плевать на эти минские соглашения так далее там воду вообще знаете вот здесь вот я все-таки прерву его немножко хотя хотела до конца его дослушать а знаете вот прям капитан очевидность представьте есть какая-то банда которая ограбила людей до ограбила соседа и вот эта банда спряталась у себя в доме да и тут а сосед которого ограбили он пошел в полицию пошел на как-то защищать свои права пошел в суд в суде конечно же решение не выдали сразу там какие-то проходит какое-то время прежде чем ты выиграешь суд прежде чем там это этот механизм он очень долго работает да и вот эта банда сидя в этом в своем укрытии а а все вот прям средь бела дня все видно все знают что это произошло по их вине но они награбили да и они сидят и и понимают что вот эта машина судебная да она набирает свой оборот да безусловно там этому потерпевшему сказали не нападать пока мы там не не пройдут все судебные вопросы да пока следствие не закончится пока суд не закончится нельзя нападать на этого человека ну вот на эту банду да нельзя самосудом заниматься ждите пока это все решится но подходит какое-то время эта банда понимает что вот-вот вынесется решение не в их пользу придут судебные приставы и заберут то имущество которое они награбили и что остается делать этим бандитом а напасть и убить потерпевшего и тогда и делу конец вот примерно по такому сценарию и происходит да и вот в данном случае он такая прям капитан очевидность 8 лет нам было и было нужно для того чтобы набрать сил да действительно когда человека ограбили он пошел и вот этот механизм он занимает какое-то время да безусловно эти минские соглашения это как подписка того что ты не нападешь на твоего обидчика да и не совершишь самосуд все должно быть в рамках закона сделано да и вот они решили опередить судебных приз и напасть на потерпевшего чтобы получается что не довести дело до того чтобы у них отобрали награбленное вот и все вот вот она схема если я кстати где-то утрирую напишите мне это в комментариях может быть я что-то опять-таки чего-то не понимаю но у меня вот так логика работать может приведите мне какой-то другой я не знаю какое-то другое объяснение до тому что происходит ведь на самом деле это очевидно насколько я понимаю насколько может быть вы понимаете по-другому объясните мне это на мне хочется понять да вот вот в этой что-то я не вижу логики то есть третий пункт я тоже логики не вижу тоже все ясно и так прям прям нарисован ну да да это ясно ясно что награбленное придется отдать что что не ясного ну видишь я не политик я не знаю а буквально там проходит посмотрите это интервью буквально там даже меньше минуты проходит и что мы слышим и поэтому мне трудно судить и говорить что-либо я вот тогда думал о другом что когда был переворот в киеве почему мы не вступились и почему мы не на корню это видимо были какие-то условия либо мы были не готовы я не знаю честно скажу ребят так он оказывается не знает вот эти три секретных секрета это тоже он не знает он нам сейчас рассказал свою позицию почему он за привел три аргумента но эти три аргумента но как вы понимаете они в общем-то и но особо но меня лично не убедили ну прошу прощения если кого-то это оскорбляет но а значит но на всякий случай да он вообще ничего не знает как это я не читал но я против да вообще право браво занавес так я так и не поняла почему он за ну ладно он за он за ну очень удивительно да ну здесь тоже вообще конечно картина маслом давайте послушаем да мы будем может быть будут видите челюсть вниз а много наклонов не знаю будут руки между ног подавленность нас бить сначала мы будем проигрывать но в итоге мы все равно победим снова в итоге мы все равно победим ну то есть мы готовы жертвовать и до вашими сыновьями мой то сын в общем-то болен и вот а вряд ли возьмут да я я-то подстраховался помните вот этот жест а вот ваши дети пусть отстаивают да безусловно мы ими готовы жертвовать но бог с нами бог этим все скажем и я скажу больше ну поскольку я человек верующий и скажу больше что этим всем правит без и не только украинскими событий вообще в мире ужас ужас знаете вот самое больное для меня как для человека тоже верующего а когда вот эти беззакония эти убийства прикрывают богом когда папы идут и благословляют наших ребят на то чтобы они убивали украинцев вот это мерзко это это такая вообще я не знала что доживу до такого это это мне так больно но видимо видимо нам надо это пройти видимо нам надо как-то переоценить свои взгляды может быть в чем-то но но вот так вот очень большое разочарование к людям которых я очень сильно уважала и вот когда они говорят что с нами бог я боюсь что у меня у меня другое мнение это чё а да ну ладно в общем и самое забавное показал ведущий знаете девчонки вот просто браво сейчас я себя переставлю чтобы не закрывать эту красоту которую я вам сейчас хочу показать знаете ну либо он тут тут можно по-разному трактовать но он сейчас себя слил по полной по полной программе по поводу своей ориентации давайте смотреть он меня затащил в палату к моей жене и смотрите как вот он реагирует на его жену видите локтями убегает рукава как бы натягивает то есть ежица и это знак того что он либо к своей жене относится так от ужасно либо вообще к женщинам вот он сейчас просто прям конкретно слил но мы знаем слухи о нем да что он там нетрадиционной ориентации и все такое но вот вот сейчас я вижу человека действительно который не может вообще соприкасаться с женщинами но знаете вот там как раз контекст был в том что перерезать пуповину и это очень неприятно да вот александр он как мужик да он там прямо писал какая она на ощупь там вот вот эти вот и вот вот на это была реакция а здесь вот реакция именно на жену но на пуповину реакции такой нету понимаете вот не на это он отреагировал а именно на жену смотрите по 1 и я перерезал бы пуповину аришки своей первой дочери поэтому я это прошел очень хорошо никому никогда не желает уже вот видите на пуповину реакция нормальная реакция плохая ужасная только на жену либо жена его так достала что у него сейчас такая вау знаете он видит ее и сразу орет дал но бывает бывают разные отношения в семье да и может быть они до такой степени друг друга достали что просто мама не горюй да может быть а может быть эта реакция на женщин не знаю вот напишите мне в комментариях ваше мнение по этому поводу потому что вот у меня это осталось так вот я решила вам это показать ну вот прям реакция классическая да а значит а ну на этом не вербалику я думаю что можно заканчивать буквально пару слов по нумерологии а вот он насколько мы знаем маршал он же заменил фами поменял фамилию он тоже это об этом рассказывает маршал это не его фамилия а он родился и вообще его фамилия родная миньков и вот здесь тот пример когда он поменял фамилию добавил себе проблем но как мы знаем что он как раз когда приехал в москву тогда взял эту фамилию да или или как вот этот его псевдоним ну и вот они проблемы как раз в россии начались в америке кстати вот еще хотела сказать по поводу того что он же жил в америке 10 лет да и у него там был дом с бассейном все было замечательно и он с таким сожалению об этом и сейчас рассказывает и в предыдущих интервью но почему он переехал сюда потому что там он не нашел успеха успех пришел только здесь да и соответственно в россии да и соответственно он держится за это вот за россию да ему просто больше нигде не рады и поэтому вот такая вот позиция да еще отчасти он и поэтому так топит за эту спецоперацию за вообще то что я с вами да не кидайте меня я просто никому больше не нужен вот вот почему он так отстаивает свою позицию я так считаю но опять таки это мое личное оценочное осуждение напишите если вы со мной не согласны или если согласны тоже напишите ваши слова поддержки очень здорово меня мне 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 помогают на самом деле мы сейчас все друг друга должны поддерживать потому что здравый смысл терпит вообще здравому смыслу приходится доказывать свое вообще свою состоятельность в этом абсурде который сейчас происходит да так вот давайте посмотрим что он добавил себе своей фамилии а он добавил себе проблем вы видите что здесь но вообще он очень человек который как сказать вот 7 семерочник до семерочники они такие очень глубокие специалисты если он чем-то занимается то очень очень глубоко это что он поет он действительно он же прошел путь от там в группе да он уже не сразу солистом стал он там какой-то путь прошел вот это тот человек который делает себя вот шажочек за шажочком глубоким анализом глубокой работой а и еще семерки они знаете вот я замечаю что им очень везет часто не то что везет а везение это результат их кропотливой работы да вот они дотошно так капается до самой сути да и в итоге чего-то достигают вот это как раз тот человек до который вот в плане работы у меня к нему претензий вообще нет никаких да и число реализации здесь четверка то есть он умеет работать да и число разума семерка опять семерка это вот прям работа концентрация да вот вот это вот глубокий анализ но смотрите когда он взял эту фамилию маршал да это звучит классно и были но он даже в интервью описывает истории интересные с этой фамилией которая звучит очень привлекательно да и дает дополнительные бонус бонусы но в общем то он мог оставаться миньковым и проблем было бы меньше я так считаю вот вот это тот случай когда псевдоним не сыграл какой-то большой роли а если и сыграл то как возможно минусовую потому что душевное побуждение единичка кармическая 19 говорит о том что проблемы с самодостаточностью он себе придумал вот таким образом да и получается что какие-то испытания он себе прибавил да ну что что поделать он прошел этот путь и слава богу что как бы это его не сломала но вот все таки да вот фамилия которую он взял она красивая она звучная а она запоминается но в принципе с фамилии миньков он бы точно также выстрелил даже может быть и лучше вот как раз да и вот я псевдоним если александр миньков александр маршал абсолютно одинаковая единичка то есть это мужественность это такие вот кстати патриотические песни ему очень хорошо идут и вообще патриотическая такая позиция единичка она же знаете вот как один в поле воин да это вот человек личность это человек который вот как я сказал так и будет да и вот он и позиционирует себя вот тогда вот он там привел нам три причины да но обосновывать их особо не стал вот вот это вот как раз позиция единицы да я для себя это решил а вы либо принимаете мою позицию либо не принимаете поэтому здесь ну все в общем то соответствует и как бы никаких сюрпризов здесь нету да так что вот этот пример нам с вами говорит о том что не всегда псевдоним работает на плюс а для того чтобы он работал на плюс вы можете либо сами освоить вот эту программу до под видео есть ссылочка на курс называется он совместимость но это нумерология в общем вот вы можете посчитать если у вас там кстати посмотреть если вам сильно не везет в жизни например может быть виной тому кармические цифры которые вы можете поменять путем того что поменять даже букву в фамилии и уже пойдет перемена вибраций а поэтому либо вот через этот курс за 990 рублей либо приходите ко мне на консультацию там мы разберем более глубоко там не только это но еще много вопросов я и по почерку смотрю и по натальной карте и по всему то есть вот прям совмещаем вот это все и выбираем вам самый оптимальный вариант а да поэтому живите счастливо гармонично и к сожалению подводя итог этого разбора я должна констатировать факт того что меня он своими тремя аргументами не убедил я не знаю если кого-то из вас убедил напишите мне в комментариях если вам его доводы показались ну понятно как убедительными да но я к сожалению не нашла ничего да безусловно он очень уверенно говорит о каких-то вещах но на проверку оказывается что эти вещи не настолько ну вот не настолько он сам в них уверен не настолько это все правда просто он себя убедил да и вот нам это приводит как истину да вот эти три секретные секреты кадры из-за можно нападать на людей да там вот идет по улице человек да я знаю секретный секрет про него поэтому я на него нападу я его ограблю да дальше но я вам не скажу почему выбрал выбрал вообще конечно логика просто минусовая а да значит никто еще не поставил лайк не забывайте это сделать либо дизлайк если вам совсем не не понравился этот разбор не забывайте подписаться на канал чтобы не потерять меня колокольчик ставьте когда подписываетесь чтобы вам приходили уведомления о новых видео да я с вами на сегодня прощаюсь да и еще вопросы вот там никогда я спросила вас кого я разберу там были варианты очень интересные но я к сожалению не нашла видео когда газманов вот в этой комсомольской правде про своего сына отвечает мне бы хотелось разобрать вот это видео и видео по сатья даст там тоже интересно вот кто мне пришлет пожалуйста пришлите на светлана тире тире 2009 собака mail.ru эти видео да или какие-то из них чтобы я имела сами видео для разбора не ссылки где это можно их не всегда можно сказать скачать а именно скачайте пожалуйста и пришлите мне я бы тогда быстренько их разобрала и сделала бы вам еще разборы потому что в мире происходят много интересных вещей которые надо разбирать это много интересных сигналов тела да все я с вами прощаюсь люблю вас всех очень сильно пока пока